Сегодня современные букинистические магазины могут предложить покупателям изобилие продукции. Отыскать подходящую можно по целому ряду параметров – жанру, конкретному автору или даже просто по красоте обложки. В 23-м в Абручане на ура покупали книгу «Исповедь». Она стала легендой вместе с ее автором. Самая пользуемая литература была – это у нас «Сивелла». Легенды инвалидной улицы, подарочные издания у нас в продаже на сегодняшний день. В ТОПе – история страны и произведения белорусских авторов. Молодежь с удовольствием читает литературу на белорусском языке. Среди самых читаемых у нас выходит Короткевич. Это его черный замок Ольшанский. Очень пользуется спросом. И «Колосы под серпом твоим». Ну а с поэтов, конечно, это, как всегда, купала и колос. Многие молодые люди воспринимают книгу как лекарство, чтобы отвлечься или разобраться в каком-то вопросе. Книги – это способ не только отдыха, но и тренировки мозга. Поэтому даже я понимаю, что не до всех я доросла, и не получается с каждым героем вжиться в произведение. Мне нравится читать книги, с помощью которых можно прожить именно ту историю, которую прожили они, почувствовать их какие-то эмоции, прожить их жизнь. Мое последнее произведение было «Гарри Поттер». Это произведение о волшебстве, о дружбе, о том, как ты можешь преодолеть свои самые страшные страхи. И, скорее всего, этим она мне понравилась. Не падает спрос на поэзию. Ее читатель никуда не исчез. Некрасивая девочка. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправленная в трусы худая рубашонка, колечки рожеватые, кудрей, нос длинный, ручки кривы, черты лица остры и некрасивы. Я сбудую себе краину. Я набуде прыгожей, як ветка. Я набуде могутный бы ветер. Я набуде пяшчотной бы вусны. Я набуде моею матулей. И в буре, и в грозу, и в житейскую стынь. При тяжелых утратах, и когда тебе грустно, оставаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусства. Это Есенин. Если вы есть, будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были. Из песен, лучшими песнями, из книг, настоящими книгами. Книга – окно в мир культурного многообразия. Мост, который соединяет разные цивилизации во времени и пространстве. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруськ, 360.